Я хочу повторить вас, что вы откликнулись на приглашение Совета Федерации. Приехали из большинства субъектов Российской Федерации в Москву, в Палату регионов. Такие встречи с тружениками, как мы говорим, села, сельской интеллигенцией становятся уже хорошей, доброй традицией. Я думаю, что они полезны для вас, но поверьте, они крайне важны для нас, потому что в Палате регионов, где вырабатываются законопроекты, политика, в частности, в отношении села, очень важно понимать и знать настроение людей, ваши точки зрения, те, кто работает в самых разных сферах социальных, в сельских поселениях, с тем, чтобы мы могли это учитывать в своей последующей работе. И, конечно, можно написать много справок, много отчетов, но такой живой диалог и живой обмен мнениями не заменишь ничем. Я думаю, что сегодня у нас есть хорошая возможность обсудить в том числе результаты исполнения тех решений, тех рекомендаций, которые были приняты на предыдущей встрече, что удалось сделать, в каких сферах нет прогресса, почему, какие проблемы, по вашему мнению, остаются наиболее актуальными. При этом я хочу откровенно признать, это не открытие, что наиболее чувствительную, негативную тенденцию пока переломить не удается. Я имею в виду убыль населения, сокращение трудовых ресурсов сельской местности. Согласно предварительным итогам переписи за последние 10 лет, численность работников, занятых в сельском хозяйстве, уменьшилась в два раза. Для этого много есть причин, объективные причины, то, что у нас создаются крупные сельскохозяйственные комплексы, автоматизированные, с современными технологиями и другие. Но, конечно же, по-прежнему одним из условий, влияющих на сокращение, или причин, точнее, влияющих на сокращение численности, это условия работы, жизни людей, занятость людей, возможность жить не только свежим воздухом дышать, но возможность получать все эти блага, услуги, и социальные, иные, которыми пользуются жители городов. Урбанизация происходит во многих странах, в большинстве стран это естественный процесс, однако с точки зрения государственных интересов к нему надо относиться взвешенно. Есть разные точки зрения на этот счет, есть управленцы теоретики, которые вообще считают, что надо сохранять только сельские поселения с эффективными хозяйствами. Эта позиция недальновидна, она абсолютно неприемлема для нашей большой страны. Тем более, что можно привести и плюсы современных технологий, которые позволяют работать равноудаленно, и уже нередкие примеры, когда горожане этим пользуются, предпочитая здоровый сельский образ жизни городской сутолки. И здесь уместно вспомнить слова писателя Валентина Григорьевича Распутина «Без деревни мы осиротеем». Город – это поверхность жизни, деревня – это глубина ее корня. Много можно еще привести такого рода крылатых фраз, и это правда. Село нельзя никак оценивать только с позиции экономической эффективности. От его развития во многом зависит сохранение нашей самобытности, нашего здоровья, нашей культуры, традиций. И поэтому надо очень внимательно по-государственному относиться к этой теме. С этого года мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий будут осуществляться по-другому в рамках государственной программы по развитию сельского хозяйства. Подчеркну, что она активно обсуждалась с нами в начале года, 17 января, где на правительственном часе выступал министр сельского хозяйства. И принятым по итогам обсуждения постановлений правительству рекомендовано, во-первых, сохранять это направление, увеличивать объемы финансирования мероприятий по развитию сельских территорий. И Совет Федерации, как Палата региона, будет очень внимательно следить за этим, чтобы это делалось в полном объеме, в срок, и чтобы вообще не было попыток развития социального вектора села, развития территории, чтобы не было попыток снивелировать это, отменить и заниматься только сельхозпроизводством. И сельхозпроизводство не будет эффективного, если не будет эффективной социальной умной политики. Продолжение следует...